Популярность этого конкурса растет с каждым годом. В 2019-м конкурсантов уже почти 800 человек и все это люди элегантного возраста 55+. Они съезжаются в ДК Юбилейной со всей Московской области, чтобы показать публике свои таланты. Организатор и автор этого фестиваля, который отмечает уже свой юбилей, 5 лет, Анна Ивановна Витбург. Стоит отметить, что многие конкурсанты приехали на фестиваль уже не в первый раз. Пятый раз уже принимаем участие в этом фестивале. Низкий поклон и благодарность руководству и Дворца культуры юбилейной, и города за тот праздник творчества, который есть возможность проводить каждый год. Если вначале мы приезжали с маленьким составом, то теперь мы уже из Коломна, из комплексного центра социального обслуживания и реабилитации Коломенский привезли 4 коллектива. И делаем это каждый раз с удовольствием. Причем здорово то, что это стимул, огромнейший стимул для старшего поколения все время самосовершенствоваться. И каждый раз мы ставим новые рубежи и активизируемся для того, чтобы придумать что-то новенькое. Конкурс проводился в два этапа по семи номинациям. Хоры, ансамбли, солисты, театральное и танцевальное, а также пригладное и инструментальное творчество. Выступление участников оценивает профессиональное жюри. Ну, учитывая, что я являюсь членом жюри театрального направления, то, конечно, естественно, мы больше обращали внимание на артистизм, на подачу. Очень много участников было с авторскими стихами, произведениями своими. Да, мы, конечно, это тоже оценивали. Вообще, потрясающий конкурс, очень нравится, очень замечательно сидеть в жюри на таких конкурсах. Выступление у меня танец называется «Танец с платком», как вы это видите. Конкурс супер, вообще, я смотрю на всех, я просто умиляюсь, что многие сидят дома и ничего не делают. С песней по жизни этих людей к активному долголетию мотивирует сила духа. Пока на сцене соревнуются, в фойе просто получают удовольствие от песни и пляски. Я вам спою сейчас. Старый клен, старый клен, старый клен стучит в стекло, приглашая нас с друзьями на прогулку. Отчего, отчего, отчего так не так светло, от того, что ты идешь по переулку. Это дает вдохновение. Не зря же в народе говорят, песнь народная – это душа народа. В финале конкурсной программы определились победители по всем номинациям и жанрам. Среди них 12 воскресенцев. Пять наших земляков стали лауреатами первой степени. Татьяна Колганова, Руслан Полянин. Новости Искровект.